Доброе утро! Надеюсь, вы нам ваши профессиональные секретики обязательно раскройте. Постараюсь. Мы будем надеяться. Первое, что хочу спросить. Вообще, как давно вы занимаетесь ювелирным делом? Ну, так вышло, что я занимаюсь этим с детства. Ну, скажем так, с подросткового возраста. Так, интересно, что же вы подросткам делали? Ну, просто дядя занимался этим делом ювелирным. И как бы я был приобщен, был в кругу людей, которые занимаются творчеством. Я так понимаю, тогда дяде это все пошло, да? И вы решили перенять, так сказать, профессию и заниматься этим уже во взрослой своей жизни, правильно? Ну, мне было просто очень интересно этим заниматься, пробовать какие-то разные изделия, что-то с металлом делать, какие-то поделки. Ну, наверное, может, какая-то предрасположенность была изначально к этому. Ну, вообще, я не думал, что я прям стану ювелиром. Ну, и сейчас бы я бы не сказал, что... Вы ювелиры. Да, ювелиры, мне кажется, это более такое, ну, очень обширное понятие. А кем же вы тогда себя считаете? Ну, я еще на пути к ювелиру. Ага, вот так. То есть у вас прям планка такая достаточно высокая, да, и вы к ней стремитесь? Ну, да, с учетом того, что все развивается. Есть к чему стремиться. Так, хорошо. А что же тогда представляет из себя настоящий ювелир, по вашему мнению? Раз вы идете, идете к этому званию. Ну, настоящий ювелир, я думаю, включает в себя очень много разных тематик, профессий и так далее. Ну, просто мне чем и нравится эта профессия, что там нет предела. Ну, грубо говоря, в разных областях приходится какие-то знания приобретать и каждый раз новые. Ну, и как бы вот этот момент, наверное, основной. Угу. Так, хорошо, поняла вас. Расскажите, где же учиться на ювелира? Вот предположим, кто-то сейчас нас увидит с вами, да, и захочет тоже стать ювелиром. Как ему начать вообще этим заниматься? Ну, есть сейчас и колледжи, и какие-то заведения, которые тому обучают на каком-то уровне. Вот. Ну, лучше, конечно, договориться с мастером и как бы отдать ребенка, подростка в ученичество. Это лучший вариант, потому что там он будет непосредственно с мастером какие-то будут перенимать знания, потому что в любом случае есть такие моменты, которые передаются из уст в уста. Угу. В обычном, грубо говоря, колледже этому не обучат. Они могут дать теоретические знания, какие-то практические, но ничего конкретного. То есть человеку надо будет самому к этому приходить. А если он будет в ученичестве, то, я думаю, у него будет больше шансов реализовать. А вот мастера сами, они охотно идут на вот такое вот общение? Не все, не все. Есть мастера, которые не очень хотят передавать свои знания. Вот. Есть, кто охотно берет в ученики. Ну, опять же, они смотрят, насколько человек готов учиться к этому. Ну, есть ли у него какие-то предрасположенности к этому, усидчивость, еще какие-то художественные образования. То есть вы бы взяли к себе учеников, получается? Не, я бы взял, конечно, да. Ну, вот, допустим, я недавно слышал, что в Дагестане даже школу открыли ювелирную. Ну, как бы, а, не школу. Получается, при школе у них есть уроки ювелирного ремесла. Ага, очень интересно. А расскажите, это вообще долгий процесс обучения? Вот, предположим, да, есть молодой человек, не знаю, 20 лет, да, который захотел обучиться этому делу. Сколько этот процесс примерно будет длиться? Ну, опять же, это зависит, наверное, от его каких-то способностей. Кто-то вообще может быстро этому обучиться. Ну, обучиться относительно чему? Ну, что-то делать, если он может руками что-то делать, то он быстро обучится. Если он никогда там не сталкивался с этим, то будет проблематично. Ну, в среднем, вот, примерно, чтобы действительно открыть свое дело, сделать вывеску и сказать, я ювелир. Ну, по моему мнению, это минимум лет 5-10 надо этим заниматься. Очень долго. Ну, это как бы не такое дело, что там много очень нюансов. И, опять же, ювелир в каком плане? Есть люди, которые ремонтируют ювелирные изделия, но не изготавливают их. А есть люди, которые изготавливают, но не ремонтируют. Угу. Ну, и редко бывают люди, которые делают и то, и другое. А это редкость, да, считается? Ну, я мало таких видел. Ну, это как бы, ну, есть ювелир-универсал, который может все. А есть ювелир узкой специальности, ну, там, который только делает цепи. Или, допустим, который только делает кольца. Угу. Поэтому, ну, тут от направленности зависит. Вы к кому себя относите? Я, наверное, универсал. Ух ты. Нам повезло, значит, с вами общаться. Ну, в общем, вы говорите, 5-10 лет – это достаточно такая, знаете, внушительная цифра. Это необходимый, минимальный, да, такой объем знаний, который нужен будет? Ну, по моему мнению, да. По общей принятой мое не знаю. Планка у вас высокая, Владислав, очень высокая. Не, ну, опять же, это определенный, ну, как сказать, определенная ответственность правильно перед людьми. Ну, как бы, ты же делаешь для людей. Ну, да, да, конечно. Чтобы порадовать, там, допустим, вы пришли и хотите что-то, вот что у вас в голове, и вы не можете это никак сформулировать. И человек, ну, допустим, ювелир, он вам помогает с выбором какой-то индивидуальной вещи и ее делает. Ну, то есть это уже другой формат, наверное. То есть это действительно такая работа очень объемная. Ты должен выявить потребности, да? Ну, да, да. Самое главное, чтобы итог, результат понравился клиенту, да? То есть ты должен еще предложить, нарисовать, да? Или как-то уметь показать. Конечно, да, несомненно. Потому что, ну, человек, иной раз, он не до конца понимает, что он хочет. И относительно, опять же, технических возможностей. И вообще, насколько это будет практично и актуально. Ну, и плюс, как бы, какие-то тенденции моды, там, что модно, что актуально. Ну, нужно, да, проработать этот момент. Поняла вас. Теперь мне хочется вынуть, достать из вас, так сказать, побольше ваших профессиональных секретов. Вот расскажите, опытные ювелиры могут ли на первый взгляд, вот прямо вот сходу определить драгоценность от поделки? Или это все-таки больше миф и вымыси? В большинстве случаев, я думаю, да, возможно. Конечно, но сейчас, как бы, и технологии совсем другие, и разные способы. Ну, поэтому, я думаю, все-таки лучше проверить, нежели, ну, даже опытный ювелир может, как бы, ошибиться. Потому что оно может быть, там, сверху покрыто золотом или серебром, а внутри это будет просто медь. Ну, кстати, да, случаи бывают действительно разные. Бывает поделка поделкой, да? Да, да, ну, есть разные, да, категории. Ну, грубо говоря, да, там можно отличить бижутерию от ювелирного изделия. Ну, как бы, ну, это видно и по цвету, и по каким-то критериям. Ну, а как бы, если, чтобы наверняка, надо проверять. Может быть, поделитесь советами для обычных людей, как это сделать можно оперативно и, конечно же, максимально правдиво? Ну, я даже не знаю вообще, как бы, общепринятые стандарты, это, ну, клеймо, проба и так далее. Ну, какие-то характеристики изделия. Ну, если их уже нету, то тогда надо задуматься. Обрезок металла? Ну, опять же, это, ну, все индивидуальные нюансы. Как бы, бывают изделия там, где отсутствуют или проба, или именик, но это не говорит о том, что это не драгоценный металл. Просто по тем или иным, как бы. Может, допустим, вот уменьшали кольцо и случайно вырезали, допустим. Вот. И такое бывает. Так, хорошо. А металл и камни, они должны блестеть? Или, например, камни, да, металл, нет? Ну, конечно. И металл в том числе, да? Да, да, должны блестеть. Они же должны радовать глаз, допустим, девушка, которая одевает изделия, украшения. Она же хочет, чтобы они блестели, как и она. В общем, если блестка нет, это еще один такой повод задуматься, да, лишний раз? Ну, и задуматься, и, значит, надо ухаживать за изделиями. Там, относить вот ювелирам на чистку, на полировку. Потому что все равно со временем какие-то, ну, потертости что-то происходят, ну, в процессе носки. Поняла вас. Скажите, есть ли у профессиональных ювелиров такая привычка, как рассматривать и разглядывать украшения на людях? На улице, в магазине, в гости, например, кто-то пришел, да? Что-то такое заприметили, интересно, и пытаетесь рассмотреть. Бывает такое? Да, бывает. Ну, я не знаю, это какие-то исключительные вещи, допустим, ну, в глаза бросается, если вещь какая-то необычная. Ну, допустим, вот, я просто относительно себя рассматриваю, вот, ну, сразу видно, если, допустим, у человека изделие, которое там сделано вручную, и, ну, что-то особенное, необычное, то это сразу бросается в глаза, как бы, ну, и, естественно, не может не радовать. В общем, профессиональный интерес в такие изделия, конечно же, вызывает. Да, да, конечно. Расскажите, пожалуйста, о профессиональных болезнях ювелиров. Может быть, у вас болит спина, не знаю, потому что вы долго, да, сидите, работа все-таки сидячая, или что-то еще, может быть, глаза как-то, да, напрягаются особенное. Ну, вообще, если я не ошибаюсь, ювелирное ремесло, оно, как бы, в четверке по рейтингу, по вообще вредности, скажем так. Потому что очень много всяких вредных факторов. А так, ну, в основном, да, зрение, ну, опять же, зрение – это такой фактор, даже если, я не знаю, у человека было хорошее зрение, даже независимо от работы, оно у него может, там, по здоровью, по каким-то еще причинам испортиться. Ну, кстати, да, да, или с возрастом, или просто любит читать. Ну, есть, допустим, еще нюансы, если, как бы, ювелир, вот, одевает или начинает, там, работать с микроскопом, или, ну, одевает бинары, вот, это уже говорит о том, что потом ему будет сложнее без них работать. А вот вы заговорили о вредности. В чем она заключается? Расскажите, может, мы чего-то не знаем. Ну, это же все пары металлов летучих, там, при пайке, при обработке, пыль и так далее, и тому подобное. Ну, плюс какие-то там кислоты, какие-то моменты неприятные. Вообще, я считаю, в любом ручном, вот, ручной труд, он всегда подразумевает какую-то опасность. А бывает такое, что в процессе изготовления изделия драгоценный камень теряется или повреждается? Ну, вот, например, не знаю, полностью разрушился, или вот треснул в таком, вот, знаете, в нужном месте. Но вот все-таки отдельная такая, мне кажется, ситуация особенная, если камень потерялся. Что делать в таком случае? Ну, в таком случае его нужно либо заказывать, искать, подбирать, ну, или вытачивать вручную. Ну, это уже все зависит от, как бы, там, вариантов множества, что будет более приемлемо клиенту и по цене, и по времени, и еще много разных факторов. Что за камень, какие? Но при этом ювелир берет на себя ответственность? Ну, естественно, да. Расходы? Ну, а расходы, и плюс, ну, это ж надо все подобрать, сделать нужно сырье, из чего это все делать. Вот эти все нюансы, конечно, да. А у вас было такое, что вы изготавливали что-то такое красивое, и раз камень потерялся драгоценный? Да, было. Ну, это методом тщательной уборки все находится. Ну, как бы, дальше мастерскую он не может убрать. То есть всегда находили в таких случаях камни? Я, да, да. Ну, даже если кто-то терял, почему-то звали меня, чтобы я нашел, потому что... Ну, это маленький очень предмет, особенно, допустим, бывают маленькие камни, росы. Ну, если он упал, то это проблематично. Он может быть даже на самом видном месте, но можно его не заметить. Как есть присказка, домовой, домовой, а да, и так зовут вас, да? Да, да. Владислав, Владислав, найди. Так, хорошо. Ну, тогда последний вопрос. Скажите, пожалуйста, гравировки. Вот чаще делают женщины на подарок мужчине? Или все-таки мужчины заказывают какое-то ювелирное изделие, просят сделать гравировку для подарка женщины? Ну, я думаю, наверное, женщины больше. Женщинам, да? Женщинам, да. То есть мужчины чаще заказывают. Да, да, да. Ну, опять же, это все индивидуально. Ну, как бы, есть и там просто знаменательные какие-то определенные подарки, которые, ну, человек хочет, как бы, конкретно подписать, что в честь такого-то случая, ну, и так далее. А есть какой-нибудь топ самых популярных гравировок, надписей? Я думаю, нет. Тут уже все зависит от фантазии человека, что он захочет написать. Ну, например, признание в любви часто пытаются написать? Не так часто, как хотелось бы, наверное. Да? Ага. А даты какие-то? Ну, чаще всего, да, даты. Это знаменательные, там, рождение ребенка или еще что-то в этом роде. Имена какие-то, может, я не знаю, выражения такие, которые, понятно, там, узкому кругу людей. То есть чаще пишут какие-то выражения личные, чаще даже, чем признание в любви? Да. Правда? Да, да. Ух ты, интересно. Хорошо, Владислав, тогда перестаю вас мучить. Очень вы все равно интересно рассказали, приоткрыли зависту тайны. Мы теперь стали ближе к профессии ювелиров. Большое вам спасибо за это. Но мы вас еще не совсем отпускаем. Пожалуйста, в завершение нашей беседы пожелайте что-нибудь теплое и приятное нашим телезрителям. Ну, я хотел бы пожелать всем мира, добра, любви, всех благ. И занимайтесь, творите, делайте что-нибудь своими руками. Это всегда будет полезно и актуально. Большое спасибо, Владислав, за пожелания. Вам мы желаем добраться до вашей отметочки звания ювелир. Вот, большое спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо.